Ян Матвеев, военный эксперт у нас в эфире. Здравствуйте, Ян. Добрый вечер. Действительно, с этим хутором Покровский смешно вышло, да, там какие-то деревья, посадки и ничего нет. А если смотреть в целом на так называемые успехи российской армии, там все из такого состоит, из пустого поля, которое они освобождают? Ну, на самом деле, сейчас они начали вторую масштабную контратаку, о которой пишут и российские, и украинские каналы. Пока мало информации, потому что просто нет никаких визуальных данных, но речь идет о достаточно массированном штурме Любимовки и, в том числе, населенных пунктов Ново-Ивановка и Зеленый Шлях, которые находятся на дороге между Коренева и Суджей. Сначала российские каналы писали о таких масштабных успехах, много бравады было в их сообщениях, ну, буквально вчера еще, и что там украинцы отступают, убегают и тому подобное. Сегодня они уже не так ярко об этом всем пишут и встречаются уже сообщения о том, что давайте подождем, посмотрим, как оно будет. Ну, и, соответственно, украинские аналитики, военные, которые ведут свои телеграм-каналы, пишут о том, что действительно тяжелые бои, что есть уничтоженная техника российская, и, собственно, бои за Любимовку продолжаются. Ну, посмотрим, что из этого выйдет, то есть к чему вся эта атака приведет, потому что пока, повторюсь, никаких материалов, которые бы нам дали какое-то четкое понимание вообще, что происходит и какой расклад сил, там нет. Ну, вот сегодня Сырский говорил, что российская армия сосредоточила 50 тысяч человек на Курском фронте. Для такого, ну, относительно небольшого фронта это довольно серьезные силы, и, конечно, с ними нужно считаться. Ну, я думаю, что украинские военные для этого и зашли в Курскую область, чтобы оттянуть силы и быть готовым к российским атакам. Поэтому не думаю, что они там в каком-то прям находятся ситуации, когда вот они не ожидали, что их будут атаковать. Конечно, они об этом знали и наверняка готовились, так что посмотрим, чем все это закончится. Ну, это абсолютно логично, да. Вот, Ян, спасибо, что вы на этом акцентировали внимание. И я наверняка думаю, что и у военного руководства Украины было понимание, что могут на определенных участках вести и наступательные где-то действия, и что будут обстреливать территорию Курской области, да, после момента как раз контроля отдельных территорий в Курской области украинскими военными. Поэтому наверняка как раз эти расчеты тоже велись в отношении того, как будут обстреливать. Просто у многих вызывает, да, вот какое-то недоумение, как россияне могут обстреливать свои же территории. Ну, понятное дело, что делают это с целью как раз выбить украинские войска. Насколько это им удается, ну, мы видим сами, да, что ситуация. Вообще, вот, если мы описываем с военной точки зрения, По вашему мнению, вот то, что сейчас продолжается в Блумберг, вот пишет, да, что вооруженные силы Украины могут удерживать районы Курской области еще месяц. И там очень много, да, как раз с военной точки зрения описывают авторы материалы о снабжении, как налажена система сейчас снабжения войск и так далее. Но если мы можем сейчас вот описать с военной точки зрения ситуацию, что ныне происходит? Потому что бои на определенных участках происходят, но они тоже не настолько, скажем так, активные, как там это было еще определенное время назад. Что сейчас происходит? Какой-то момент выжидания? Можно и так сказать, но, в принципе, украинские военные, по сути, отдали российской армии инициативу. Сейчас они не пытаются проводить каких-то своих наступательных действий и как раз-таки ждут атак от российской армии. И в этом плане у них есть, у ВСУ есть серьезное преимущество. Для них не принципиально оборонять вот эту территорию, потому что, ну, естественно, она не является территорией Украины. И они как раз могут выбирать максимально выгодные для себя рубежи, чтобы обороняться именно там. А российская армия вынуждена идти и занимать каждый населенный пункт. Они могут действовать именно исходя из того, что им нужно полностью украинских военных вытеснить из Курской области. Соответственно, украинские военные могут где-то там отступить, где-то отойти на другие позиции, где-то заманить российских военных в ловушку. Та же самая Любимовка. Вот сегодня я сейчас сказал уже о ней. Но ведь первый раз российские войска пытались штурмовать Любимовку еще в ту контратаку, самую первую. И тогда их несколько БМД были уничтожены, потому что десантники приехали, попытались сходу занять населенный пункт, но там их остановили и было как раз противодействие. То есть они думали, что будет все легко, проехали по дороге, ну и попали, по сути, да, можно сказать, что в определенную ловушку. Так что здесь у ВСУ больше свободы действий, меньше вот эта вот моральная ответственность, как на территории Украины, потому что когда все-таки украинские войска оставляют, вынуждены оставить населенный пункт, то, естественно, это может бить и по моральному духу, и в целом это всегда выглядит не очень хорошо. А здесь они вольны действовать абсолютно с точки зрения военной целесообразности. Спасибо, Ян, большое. Действительно, в этом смысле туман войны, это хорошо, такие операции должны быть в информационной тишине, для Украины это выгодно. Спасибо, что помогаете понять, что происходит. Ян Матвеев, военный эксперт, был гостем этой части эфира. Спасибо.